МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале УТВ время новостей. В студии Галина Ким. В начале коротко о главном. Санитары тайги. Островной Минлесхоз очищает лес от поваленных деревьев в районе городского парка. Он может на своем рабочем месте, пожалуйста, с помощью веб-камеры подключился, сидит, общается. Лечение в прямом эфире на Сахалине расширяет возможности телемедицины. Опустить в лунку саженец, утрамбовать землю. Леса много не бывает. Анивские школьники озеленяют город. За последние столетия, по крайней мере, в официальных хрониках зафиксировано около 11 крупных извержений. Неуемный пик Сарычева. Сахалинские ученые выиграли грант Русского географического общества на комплексное исследование Курильского вулкана. Страшное ДТП произошло в Стародубском. В Долинском районе, по предварительной информации, легковой автомобиль на трассе врезался в бетонные плиты. Машина загорелась. Двоих увезли на скорой в реанимацию. Еще двое, по словам очевидцев, сгорели в машине. Свидетели утверждают, что водитель и пассажиры были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в областном центре. Это произошло днем 19 мая на улице Есенина. Девочка упала на крышу стоящего внизу магазина. Она жива и доставлена на реанимобиле в детскую областную больницу. Как сообщили в областном Минздраве, ребенку проведут обследование, в том числе компьютерную томограмму. Напомню, это не первый случай падения ребенка из окна. В прошлом году на Сахалине подобные инциденты происходили несколько раз. К другим темам. Лес возле городского парка станет чище. Причем речь идет не о сборе мусора, а об уборке деревьев. В 2015 году ураган прорядил окрестные леса. И сейчас бурелом представляет опасность для расположенных рядом построек и спортивных объектов. Поваленные стволы могут вывозить владельцы частных домов на дрова. Но на определенных условиях. Тему продолжит Евгений Коньков. В лесу раздавалась пила дровосека. Десятки гектаров тайги неподалеку от городского парка и лыжероллерных трасс как будто превратились в участок строительства БАМа. Работники лесничества распиливают поваленные деревья. Помимо ручного труда, при необходимости будет задействован бульдозер. В случае, если люди, работники не могут дойти по ветровалу, бульдозеры делают наподобие волока. И по этому волоку люди спокойно доходят до тех мест, где находится ветровал. Циклон 2015 года лишил жизни тысяч деревьев на юге Сахалина. Даже старожилы не помнят таких ураганов. Вся древесина, которую распилили в непосредственной близости от городской инфраструктуры, впоследствии будет вывезена. По двум причинам. Из эстетических соображений и требований безопасности. Конечно, от пожарной опасности это все в первую очередь делается. На данном участке у нас идет реконструкция лыжероллерной трассы. Предполагается в рамках заключенного контракта подрядной организации санитарная уборка 50 метров от трассы. Однако вывозиться древесина будет не вся. В отдаленных местах стволы и ветки оставят на месте. Сотрудники лесничеств не видят в этом смысла. Гибель деревьев – процесс естественный. И никто в тайге их не убирает. Деревья, как и люди, имеют свой окончательный возраст, они стареют. И надо молодому поколению расти на этом месте. И они являются питательной средой для дальнейшего поколения. Жители частного сектора или дачники могут рассчитывать на дрова от лесных производителей. Для этого нужно обратиться в любой филиал лесничества и заключить договор купли-продажи. 15 кубов в одни руки. Стоимость, как на распродаже, 5 рублей за 1 кубометр. Евгений Коньков, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Трубы для новой теплотрассы завезли на улицу Комсомольскую областного центра. На Читаях укрупненная сварка. Напомню, здесь ведется масштабная реконструкция. Строителям предстоит заменить все инженерные сети, в том числе ливневую канализацию, заменить асфальтовое покрытие и расширить проезжую часть дороги до 4 полос. Кроме этого, будут обустроены и озеленены пешеходные дорожки. Проведено наружное освещение. Мы начинаем работы с 8 и до позднего вечера, до 11 часов, будние дни. По выходным рабочий день немножко сокращен. В светлое время суток мы работаем. Учитывая сжатые сроки строительства, контракт должен быть выполнен до 1 ноября этого года. Подрядчик, осознавая всю ответственность, принимает все усилия для выполнения работ. С этим и связана в том числе организация работы в выходные дни. По аналогичному принципу будет реконструирован участок Комсомольской от улицы Поповича до проспекта Победы. Открывать движение для автомобилей планируют поэтапно. Правительство внесло в Госдуму законопроект о телемедицине. Предполагается, что новые нормы расширят возможности связи между районными и областными медиками. И помогут пациентам получать консультации и рецепты на лекарства, не выходя из дома. О том, как сегодня работает телемедицина в Сахалинской области и какие технологии скоро придут в островные больницы, выяснял Сергей Суханов. В последние полгода работы у Валентины Гурины прибавилось. Фельдшер консультативной поликлиники теперь отвечает за здоровье не только пациентов Южно-Сахалинска, но всего региона. Несколько минут назад она записала на операцию жительницу Южно-Курильска, которая обратилась к врачу в своем городе вчера. Еще в прошлом году процедура записи выглядела бы совсем иначе. Нужно было приехать сюда, очередь в поликлинику, записаться на прием, подождать прием у врача в кабинет. Врач посмотрел, дал такое заключение. Она должна была записаться, сходить, потом уехать опять на Курилы и потом уже приехать на операцию. Телемедицина – понятие обширное. Это и передача данных о состоянии здоровья пациента, и удаленные совещания врачей, и многое другое. Это позволяет пациенту, не выходя из дома, получить консультацию высококвалифицированного врача-специалиста, скорректировать доктору лечение, оказать помощь в объеме обследования, оказать помощь в наблюдении за этим пациентом. В западных странах телемедицина уже очень популярна. В США внедрение этих технологий началось 8 лет назад, и уже к 2019 году рынок телемедицинских технологий будет оцениваться в 44 миллиарда долларов. Использование телемедицины на Сахалине началось только 4 года назад. В 2015 году было проведено 119 телемедицинских сеансов. Это удаленные совещания, консультации, семинары и конференции. В 2017-м их было уже более 300. Но многое пока внедрить не получалось. В основном потому, что использование телемедицины никак не регулируется законодательно. Это мешает создать единую защищенную систему для всех больниц, ставить диагнозы, выписывать рецепты или вести онлайн-общение врача с коллегами или пациентами прямо с личного компьютера или смартфона. Новый закон призван устранить все эти препятствия. Врачу не надо будет идти в какой-то кабинет, подключать оборудование, там заниматься уже. Он может на своем рабочем месте, пожалуйста, с помощью веб-камеры подключился, сидит, общается. По словам специалистов, ожидается, что новшества будут внедряться поэтапно. В случае принятия законопроекта Госдумы ставить диагнозы онлайн начнут уже в следующем году. Сергей Суханов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ 20 мая в Сахалинской области открывается лицензионный лов-симы. Однако уже сегодня на прилавках южно-сахалинских магазинов можно было найти свежие хвосты. Эти кадры сняты в одном из супермаркетов города. Их нашу редакцию прислал телезритель. Судя по съемке, вишневый лосой стоит в несколько раз больше других видов. Напомню, за незаконный вылов-симы существует как административная, так и уголовная ответственность. В первом случае рыболовам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с конфискации орудий лова, в том числе судна. Во втором нарушитель может лишиться свободы на срок от 2 до 3 лет. Такое наказание предусмотрено за крупный и особо крупный ущерб от 100 тысяч рублей. Урон окружающей среде оценивается по специальным таксам. Так, за самца Симы придется заплатить около 600 рублей, в то время как самка оценивается вдвое дороже. А вот в отличие от Симы, промысел лососевых на Северных Курилах стартует 15 июня. Он продлится до 31 августа. Решение об этом принято на очередном заседании региональной комиссии по регулированию добычи анодромных видов рыб. При этом на острове Шумшулов основными сетями будет временно приостановлен. С 15 июля по 15 августа это сделано для миграции нерки в Охотское море. Еще одно решение касается Чавычи, популяция которой сейчас в депрессивном состоянии. Ее добыча запрещена в Северокурильской зоне и Камчатсо-Курильской подзоне в границах Сахалинской области. В предстоящую путину рыбакам Северных Курил предстоит добыть 1500 тонн горбуши, 1800 тонн киты, более 1500 тонн нерки и 500 тонн кижуча. Во Всероссийский день посадки леса сотрудники Анивского лесхоза вместе с волонтерами вышли на прибрежную полосу Лютаги. Саженцы кленов, березы и рябины украсят будущую аллею, высаженную руками местных школьников. Тему продолжит Анна Ковальчук. Праздник посадки леса в числе тех, которые не нужно отмечать, сидя за столом. На берег Лютаги вышли волонтеры из Южно-Сахалинска и Анивы. Пятиклассница Аня Нефедова первая вызвалась копать лунку. Опыт выкапывания червей для рыбалки пригодился в посадке дерева. Я видела, как брат очень упорно старался и захотела тоже попробовать. Но я была еще тогда маленькая, вот сейчас вот мечта сбылась. С лопатой и саженцами в руках почти 50 человек. Все выполняют посильную работу. Взрослые помогают школьникам, при том, что сами школьники лесопосадками занимаются не в первый раз. Высадка деревьев уже стала учеников второй школы доброй традиции. Так появилась вдоль реки первая рябиновая аллея. Трудно поверить, что этому большому дереву уже пять лет, а ведь когда-то оно было таким же маленьким саженцем, которые высаживают сегодня. Каждый волонтер получил наставления и старается их строго выполнять. Должны подготовить лунку, пролить, впоследствии опустить в лунку саженец, утрамбовать землю в первый слой, ну и пролить заново. Сейчас нам поднесут воду, будем поливать. Руководит посадкой госинспектора Невского лесничества Ирина Иванова. Она же и отбирала каждый саженец, которому предстоял переезд. У дерева должно быть ровный ствол, допустим, веточки хорошие, красивые. Корневая система должна быть при выкопке тоже очень хорошая, неповрежденная. Слишком большие, они приживаются очень плохо. И лучше выкапывать посадочные меньшего размера. Для молодых берез, рябин и клёнов место возле лютоги самое благодатное. Лиственные породы здесь быстро приживутся, а когда вырастут, то создадут хорошее подспорье для берега укрепления. А всё это время за взрослением саженцев будет наблюдать и пятиклассница Аня, которая посадила только лишь первое в своей жизни дерево. Анна Ковальчук, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. К экспедиции на остров Матуа готовятся сахалинские учёные Института морской геологии и геофизики Дворан. Проект изучения действующего вулкана Сарычева получил мощную финансовую поддержку от Русского географического общества. На средства гранта вулканологи МГИГа смогут провести комплексные исследования и, что самое важное, оценить опасность будущих извержений. Мария Рябова встретилась с учёными. События, ставшие одним из самых крупных вулканической летописи. Эти уникальные кадры зафиксировали на борту МКС 12 июня 2009 года. Стол пепла на острове Матуа поднялся на высоту 16 километров. Это последнее на сегодняшний день из 11 крупных извержений вулкана Пиксарычева за сотню лет. Учёные МГИГа тогда проводили специальные исследования по свежим следам пепловых выбросов. Эти кадры сняты во время экспедиции восьмилетней давности. В этом полевом сезоне они вновь готовятся к серьёзным изучениям на Матуа. Работа сахалинских учёных получила поддержку Русского географического общества в виде существенного гранта на экспедицию. Её результатом станут не только научные статьи, но и рекомендации по созданию безопасности от грядущих извержений. «Потенциальный риск здесь очень высокий, его надо обязательно учитывать. И важно заниматься мониторингом вообще вулканических извержений, тем более на Курильских островах, поскольку они носят все практически взрывной, эксплозивный характер. И извержение 2009 года опять же это продемонстрировало». Извержение 2009 года внесло существенные коррективы в авиасообщение. Отменено 65 маршрутов, проходивших вдоль Курильских островов. Шесть самолётов отклонились от курса, чтобы обойти облако пепла. Два вернулись в аэропорт. Потери перевозчиков тогда существенно превысили полтора миллиона долларов. Учёные в эту экспедицию смогут воссоздать жизнь пика Сарычева за последние 12-14 тысяч лет. Звучит фантастически, но это поможет реконструировать масштаб, например, доисторических извержений. «Мы можем вычислить, как вулкан функционировал в какой-то определенный промежуток времени. И это в том числе даёт возможность для долгосрочного прогноза вулкана. Всё-таки такие реперные оценки дать, что же будет с ним в дальнейшем». Учёные отправятся на Курильский остров Матуа уже в конце этого месяца. Весь июнь они посвятят масштабным исследованиям. Часть привезённых с собой образцов вулканических бомб, древнего пепла и редких пород специалисты передадут фонды областного краеведческого музея. Мария Рябова, Сергей Салихов, Телекомпания ОТВ. Продолжаем выпуск. 95-летний юбилей сегодня отметила жительница Южно-Сахалинска. Весь день в честь знаменательного события она принимала цветы и подарки. Поздравительную телеграмму Нина Харенко получила и от президента России. С юбиляром познакомились наши корреспонденты. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович. Спасибо. 95-й день рождения Нина Николаевна Харенко отмечает в стенах своей квартиры. Одни гости сменяют других, все вазы ещё с утра заняты цветами. Пришедших гостей юбиляр угощает фирменным пирогом с палтусом и хворостом собственного приготовления. На вопрос о секрете своего долголетия отвечает, что каждое утро делает зарядку. Ежедневно выходит из дома подышать свежим воздухом и занимается физическим трудом. В свои 95 она помнит всю жизнь до деталей. В альбоме «Бережно» хранятся фотографии военных лет. На них младший сержант Красная Армия Нина, тогда ещё Копейкина, работает телеграфистом на Северо-Западном фронте. Там она и познакомилась со своим будущим супругом. Позже их перевели на третий белорусский, где девушка вынуждена была сменить профессию. Я стала курьером разносить бумаги какие-то по отделам. И носила я приказы о наступлении на рацию на передовой фронт, который передавали в окопу. Сегодня супруга уже нет живых, однако о ветеране заботятся дочь, внуки, правнуки и государство. Участников войны в области осталось всего около 190 человек. Для всех них в настоящее время полностью решён жилищный вопрос. Также эта категория граждан получает ежемесячные, ежеквартальные выплаты и компенсацию стоимости жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, они освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт домов. Ну и, конечно же, как почётные они у нас граждане все, они у нас обеспечены бесплатным проездом на городском транспорте, а также возможность проезда на межмуниципальном автомобильном транспорте предоставляется. В честь 72-й годовщины Великой Победы от Сахалинской области ветеран получила 50 тысяч рублей. Деньги думает отправить внуку на свадьбу, а на вопрос о собственных планах уверенно отвечает «планирую дожить до 100». Александра Накипова, Евгений Кириллов, телекомпания ОТВ. А сейчас к новостям спорта. Северная звезда из Ноглик вернулась на остров с серебряным кубком Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги. Сегодня наших взрослых спортсменов встречала подрастающая хоккейная смена. Российский турнир среди 149 любительских команд из 76 регионов, разделенных на 6 дивизионов, проходил в Сочи. Островитяне вышли в финал Лиги Надежды. Соперником северян стала дружина из Челябинска «Удар». Со счетом 6-2 победу одержали южноуральские хоккеисты. За решающей встречи северной звезды болел весь Ногликский район. На центральной площади поселка даже установили большой экран. Тяжелый был турнир, плотный в этом году. Ну и сразу заранее уже рассчитывали на то, что выйдем в финал. И все ребята готовились к этому. Ну я думаю, что каждый безусловно внес определенную лепту. В прошлом году северная звезда завоевала на фестивале НХЛ шестое место. Нынешняя громкая победа даст толчок развитию спорта в Ногликах. Большие надежды здесь по-прежнему связывают со строительством крытого катка. Сахалинский рубеж ждет самых выносливых и смелых. В предстоящую субботу в районе аэродрома Пушисты Корсаковского района в час дня начнется второй экстремальный забег. Всех участников вновь ждет 7-километровая полоса препятствий. Их в этом году чертова дюжина. В этом году организаторы из Центра технических видов спорта внесли новшества. Бегунов поделили на команды. Стартовать все будут по принципу лыжных гонок с раздельным интервалом в 30 секунд. Если участник неправильно или не полностью пройдет этап, он будет возвращен к его началу для повторного прохождения. Финишем команды считается нахождение всех пяти участников в определенном месте на точке финиш с поднятыми вверх руками. Победители забега получат сертификаты на годовые эскипасы от горнолыжного комплекса «Горный воздух». Команда, завоевавшая второе место, станет обладателем сертификатов на самолетной прогулке от ЦТВС. Ну а бронзовые призеры смогут посещать бесплатно СПА-комплекс. Тем временем свыше 100 спортсменок Южно-Сахалинской Корсакова в эти дни демонстрируют силу, выносливость и ловкость. Под куполом комплекса «Олимпиапарк» стартовал Кубок области по художественной гимнастике. Девчата показывают как индивидуальную программу, так и групповые упражнения. Все подробности далее. Художницы просто обязаны чувствовать ритм, подбирать к нему выразительные движения. Выполнить чисто сложные комбинации под приятный музыкальный фон получается далеко не у всех. Технические помарки никто не отменял. Порой сдержать слезы трудно, но надо собраться с новыми силами. Поддержать свою дочку Кристину Николаеву, даже если медаль не светит. Пришла ее мама Наталья. Гимнастика в их семье любима, ведь даже в квартире не останавливается тренировочный процесс. Она иногда показывает новые элементы, которые ей вдруг дополняют в танце. Такое бывает. Но в принципе мы даем ей возможность отдохнуть и не волноваться перед выступлением. Это самое главное. Кристина выступила в возрастной группе 2009. Воспитанница Агау ФК «Сахалин» начала эффектно упражнение без предмета. За минуту и 40 секунд девочка с лучезарной улыбкой показывает каскад движений, волны, взмахи, равновесия, повороты и прыжки. Буду заниматься дальше. Ну не зря же я два года училась. Надо же дальше идти, дальше спортом заниматься. Воспитанница отделения гимнастики спортшколы по плаванию Диана Холодкова почти раскрыла тайну коварного обруча. Его нужно подбросить вверх, поймать и реактивно перейти на прыжки. Его невозможно удержать. И ты волнуешься с предметом, потому что, как я сказала, уже он падает. Все обязательно получится. Суббота впереди. Именно тогда станут известны имена победителей и призеров. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Народные и этнические костюмы. Мы в экспозиции сахалинской мастерицы Василисы Ким, выставка корейского художника и, конечно, кинопремьеры. Как с пользой провести предстоящие выходные прямо сейчас в рубрике «Афиша». Я передаю слово ее ведущей Марии Рябовой. А у меня на этом все. Хороших выходных. Добрый вечер. С вами Мария Рябовой. Мы подготовили для вас самые яркие события. Все культурные сливки в нашем обзоре. В Центральной городской библиотеке зрителям покажут русский эскиз в экспозиции работы сахалинской мастерицы Василисы Ким и ее видение народного сценического костюма. Первые опыты много лет назад вылились в грандиозную по объему и по качеству и разнообразию изделий коллекцию. Это не этнический костюм в чистом виде, а костюм-образ, стилизация, но более чем достойная. В ее нарядах выступают творческие коллективы по всей области. Примерить на себя неподражаемые образы разрешат всем желающим. В художественном музее в поисках гармонии находится корейский художник И. Чоль Су. Классическая монохромная живопись тушью на белой бумаге затрагивает и общественную проблематику. Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что человек только часть биоциноза. И достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми. В день славянской письменности культуры городской парк имени Гагарина зазвучит хоровой музыкой. Начнет праздник с водных хор. Более 400 детских и взрослых голосов. Лучшие островные коллективы. Прозвучат хоровые произведения Михаила Глинки, Петра Чайковского, популярные песни Григория Струва, Александры Пахмутовой, Давида Тухманова и других композиторов. Главный фильм этого года лента, которую так долго ждали зрители. Чужой завет на большом экране. Вновь космические путешественники попадают на далекую планету, обернувшуюся для них настоящим адом. Ридли Скотт вернулся к истокам франшизы и, как говорят критики, режиссеру в его статусе небожителей ветерана, а грядущей осенью ему стукнет 80, нет дела до возмущения поклонников, как и до их восторгов. Ему важно рассказать ту историю, которая его лично волнует много десятилетий. Все это, чтобы начать новую жизнь. На этом у нас все. Оставайтесь с нами. Проведем культурно эти дни вместе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова